Нектар Прабхупады и я. Мы жили в Алахабаде. Мы оба жили в Алахабаде. Вместе мы ходили на вечерние кертаны в валахабадский каудематх. Мы начали встречаться еще там. Мы вместе ходили на вечерние кертаны. Я помню, иногда он играл на мриданге. Иногда он пел. Он был виртуозом в этом. Он очень хорошо играл, пел в киртан. У него был магазин, он был фармацевтом. У него был магазин в Джантариапури. Затем позднее он переехал в Бахадурганч, в более престижный район. Я помню, он сделал свои лекарства. И время от времени он делал тоники. И один или два раза он давал мне свой тоник. И я его принимал. Однажды произошел смешной случай здесь, в храме Искон. Кто-то меня спросил в присутствии Прабхупады. Доктор Капур, сколько вам лет? Я сказал, ну мне 75. Это было 10 лет назад, возможно, больше. В чем же секрет вашего здоровья? Я сказал, тоник Прабхупады. Прабхупада вспомнил и засмеялся. Вриндаванды, сын Прабхупады. Мы не знали о том, как он жил. Он отсутствовал дома. Обычно он уходил из дома по своим делам или в целях своего бизнеса. Но однажды, я не помню уже точную дату, он вышел из дома. И мы думали, что отец вернется вечером домой, как он это обычно делал. Но в тот день он вышел из дома и уже не возвращался больше. Ситарам Дага, я спросил Прабхупаду, Прабхупада, как вы могли оставить свою семью? Он сказал, моя жена пристрастилась к чаю. И Прабхупада сказал ей, или я, или чай. Ему сказала, чай. И он тогда сказал, ну и оставайся со своим чаем, а я пойду своим путем. Сумати Мараджи. Я встретилась с Прабхупадой, когда было какое-то религиозное празднество на Курукшетре. Там была огромная толпа. Люди пришли принимать омовения, ну и так далее. Я ходила туда. Со мной были еще два-три человека. Но их не интересовали беседы. Они хотели просто поглазеть по сторонам и что-нибудь съесть, чем-нибудь заняться. Меня ничто это не интересовало. Я просто ходила везде и смотрела на людей. Я встретила Прабхупаду, который сидел под деревом. Там было довольно жарко. Он сидел там. Я спросил его, Бабхупаджи, что вы делаете? Он носил белую одежду. Он был в тхоте. Он сказал, просто сижу. И я проговорила с ним около получаса. И в то время, не думая, что он был саду или саньясью. Он был просто. И он сказал, нет, у меня есть семья в Калькутте. Но я приехал на этот фестиваль принять омоление. И мы поговорили некоторое время. И затем он сказал, как мне вас найти, если возникнет необходимость. Я дала ему свою визитную карточку. Чокси, знаете его? Он был тогда со мной. Я его позвала, и он дал ему мою и свою визитку, и все остальное. Он сказал, приходите в офис с Индией, если хотите поговорить с нами. И потом он пришел одним вечером. Было уже очень поздно. Я еще была занята чем-то, делала какую-то работу в офисе. И затем я собиралась отправиться домой. Было уже около семи часов. Было уже темно, и никого не было в офисе. И только Чокси сидел там за столом. Я спросил, Чокси, кто там с тобой опять сидит? Чокси сидел за столом, а Свами Джи сидел вот так же, как я сижу сейчас на скамье. Чокси сидел за своим столом. Чокси сказал, кто-то пришел какой-то Свами, но он не хочет слушать меня. Свами Джи сказал, нет, я хотел бы встретиться с Матаджи, и только после этого я буду разговаривать. Я пошла туда и спросила, Свами Джи, но чем я могу вам помочь? И он протянул мне Бхагаватом. Он сказал, мы уже встречались на Курукшатре. Вы помните? Я хочу напечатать эту книгу. Я сказал, приходите завтра, когда придут люди и будет светло. Тогда уже действительно сильно стемнело, и Чокси был один. И он сказал, хорошо, я приду. Затем я попросил Чокси. Он был тогда секретарем. И он напечатал письмо одному или двум друзьям. Их уже нет больше. Письмо с просьбой. Не могли бы вы как-то помочь этому джентльмену? Он написал Бхагаватом, и я хотел бы, чтобы вы ему помогли. А я же смогу дать ему столько-то. Он написал это письмо и отдал ему. И на этом мы расстались. Он пришел через день и сказал, что собирается обратно во Вриндаван. Я спросил, зачем вы уезжаете? Он сказал, здесь моя работа завершена. Теперь мне нужно посмотреть, как будут печататься книги. Мое общение с Бхактиведантой Махаражем Прабхупадой увеличилось день от дня. И естественно, он всегда говорил о Кришне и Прабхупаде. В 1932 году, на следующий год после этого, я присоединился к Парикраме. Прабхупада там не участвовал, поскольку занимался бизнесом. Он не мог участвовать из-за занятости. И когда я вернулся с Парикраме, он спросил у меня о том, как она прошла, и я ему рассказал, что там было. И где-то около 5-6 лет мы жили вместе в Алахабаде. Я почти каждый день с ним встречался. Затем я устроился на правительственную службу. После этого мы не виделись в течение очень долгого времени. Очень долго, кажется, около 25-30 лет. Когда я вернулся со службы, я приехал сюда, во Вриндаван. Я ничего уже не знал о судьбе Прабхупады тогда. Я не знал, что с ним и как он. И, возможно, он ничего не знал обо мне. Однажды, случайно, я оказался здесь, в храме Радхадамадары. Я сидел на веранде, ожидая кого-то. Я увидел Прабхупаду, который вышел из своей комнаты. Он тогда останавливался здесь. Он вышел с двумя американскими учениками. Прабхупада, конечно же, тогда носил одежду саньяси, и, естественно, я его не узнал. Годы уже были не те, к тому же он уже был саньяси. Он полностью изменился. Я тоже изменился, но не так, как Прабхупада. И он неотрывно смотрел на меня. И затем, через мгновение, он сделал дружественный жест и сказал, «Доктор Капур, я узнал его по голосу. Я сказал, «Абай Бабу». Затем он обнял меня. Иногда вам легче узнать старого друга по голосу, нежели по лицу. Как только он сказал, «Доктор Капур, я узнал его». Затем, хотя он собирался куда-то ехать, он отменил программу, пригласил меня в свою комнату и рассказал мне обо всей той работе, которую он проделал. Я думаю, что он только-только вернулся первый раз после своего визита в Америку. И он сейчас уже был международной фигурой. И он сказал мне обо всем, что он сделал. Он показал мне вырезки из газет. И вдруг однажды он пришел ко мне в офис и заявил, «Я хочу поехать в Америку». Я сказал, «А вы что, с ума сошли? Зачем вы хотите туда поехать? Что вы там будете делать?» Вы знаете, это американское правительство, иногда они такие чудаки. Они просто вышивают вас обратно. Если они вам поставят запись, то больше вас даже не пустят туда. Зачем вам туда ехать? А в то время, знаете, было не так много желающих поехать в Америку. Сейчас все изменилось. Я спросил, «Почему вы хотите туда отправиться?» А он не слушал даже. Что вы сказали? «Несчастный старик, вы просто умрете там». «Кто за вами там будет смотреть? Что вы там будете делать?» Он сказал, «Я ему говорю, «Ну хорошо, я все устрою, тогда поезжайте». Когда все было сделано, он был в Бомбее. Я все организовал, так говорилось с капитаном грузового. Судно, которое перевозило какую-то посуду. Затем корабль вернулся. В то время другой наш корабль высадил его там. По-моему, он выехал из Калькутты. Другой корабль высадил его там. И затем он отправился на том корабле в Америку. Перед тем, как оставить Индию, он жил в Дармашале. Бесплатная гостиница в северной Калькутте. И я его отвез оттуда на такси. Это было очень рано утром, около 5 или 5.30. Я ничего не говорил. Я просто был в шоке от того, что он нас оставляет. Он сразу понял, в каком состоянии я находился и сказал, «Не беспокойся. Я скоро вернусь в Индию и позабочусь о вас». Я говорил с ним по телефону. Я сказал капитану, чтобы он передал ему трубку. Я беспокоился о том, чтобы с ним все было в порядке. И он говорил со мной. Знаете, одни гакулаштами, кришнаджамаштами. Корабль прибыл в то время в Суэц. И капитан мне позвонил и сказал, что они пересекали Суэцкий канал. И он также сказал мне, что сегодня гакулаштами, и на борту у нас планируется встреча. И Свами Джи будет давать лекцию. После этого мы будем раздавать сладости всем. И потом мы будем слушать баджины. Я его сопровождал до той каюты на корабле. Это было грузовое судно, не пассажирское. Помимо каюты капитана, там была одна дополнительная каюта. И ему предоставили эту каюту. После того, как он приплыл в порт Бостона, я получил от него письмо. И в этом письме он сообщил мне, что у него было два сердечных приступа на этом корабле во время 23-х дневного путешествия, пока он не достиг Бостона. И он попросил меня немедленно прислать ему лекарства, аюрведические. Он написал название, я сразу же отправился в аптеку, купил это и послал ему сразу же самолетом. Он получил это лекарство и сказал мне, что в то время я очень переживал по поводу его болезней. Он был уже довольно пожилым в то время. И, конечно, я расстроился, ведь в конце концов он был нашим отцом. Я сразу послал ему это лекарство в Штаты по адресу. И он поблагодарил меня за это и быстро выздоровел. И вся наша семья была счастлива. Я говорил также со Свами Джи по телефону. Он сказал, что со мной все в порядке, но я очень страдаю от морской болезни. Я был в шоке. Я говорил с капитаном, который передал мне его слова. Скажи им, мата же, что я умираю. Он очень страдал от качки. И он мне тоже позвонил. Я сказал, вы не умрете, не переживайте, от морской болезни не умирают. Тогда, конечно, ему было нехорошо, поскольку море было неспокойно и штормило. Капитан позвонил мне, и я разговаривал со Свами Джи. Мы отправились на Вардан Роуд, это Акаш Ганга, где находились преданные из Харе Кришна. Я пошел туда и встретился со Свами Мадвудвишей, который отвечал за преданных. Я подождал немного, и Мадвудвиша сказал мне, что Гурджи только что приехал из Америки и сидит в другой комнате. Он сказал мне, чтобы я прошел и получил даршан Гурджи. Через некоторое время Гурджи спрашивает меня, где ты живешь? Я сказал, я живу на Гураган, в Бомбее. И затем Гурджи спросил, а что ты делаешь? Я сказал, что занимаюсь строительством. И Гурджи спросил меня, когда я встаю утром, что я делаю? Я выпиваю одну чашку чая, иду в туалет, принимаю омовение, и затем еду на работу. И тогда Гурджи неожиданно сказал, в чем же разница между тобой и свиньей? Ты в точности как свинья. Я сказал, да, Махарадж, пожалуйста, посоветуйте мне. Как я могу изменить свою жизнь? Гурджи сказал, ты должен служить Кришне. Тогда я сказал, я не принадлежу ни к какому духовному движению. Я не связан ни с какими святыми или преданными. И затем Гурджи сказал, с завтрашнего дня мои преданные будут приходить к тебе в дом рано утром. И затем вы будете проводить там Нагар Санкиртану с моими преданными. А затем все преданные будут обедать у тебя дома. Таким будет твое участие в духовном движении. Кишори Валабхадаси. Однажды, давая Прабхупаде его просад, я спросил его, Прабхупада, какое ваше самое любимое блюдо? Прабхупада ответил, сказав, что ему нравятся все блюда. Я спросил опять, нет, Прабхупада, какое ваше самое любимое блюдо? Тогда Прабхупада сказал, что его любимое блюдо — сукта. И тогда я стала готовить 4 или 5 видов сукты для Прабхупады каждый день. Каждый раз, когда я приносила Прабхупаде его просад, он говорил, ты приготовила мне так много просада, но сначала дай мне сукту. Поэтому я всегда сначала приносил ему сукту. Когда мы купили эту землю, Харе Кришна Лэнд, там жило много бесчестных людей, которые занимались производством спиртных напитков. После этого у нас произошел конфликт с мистером Найером. Эта земля называлась Найрвади. Сейчас она называется Харе Кришна Лэнд. Однажды Гуруджи был здесь. Мы сидели в доме Валии. Там был Гуруджи, я, Валия и моя жена в комнате. Валия сказал Гуруджи, Гуруджи, мистер Найер не отдаст вам эту землю, поскольку один владелец отеля предложил ему за нее 3 миллиона 600 тысяч рупий, а вы покупаете ее за 1 миллион 400 тысяч, и мистер Найер должен оплатить много налогов, поэтому он должно быть уже передумал и отдаст землю владельцу отеля за 3 миллиона 600 тысяч рупий. Тогда Гуруджи сказал, это не важно, если он не хочет отдавать эту землю нам, тогда пусть вернет нам наши деньги. Но я не думаю, что он сможет выплатить этот налог в этой жизни. И Гуруджи улетел вечером в Сидней. И когда мы проснулись рано утром, то услышали, что мистер Найер умер от сердечного приступа. Представьте себе то, что сказал Гуруджи, я не думаю, что мистер Найер сможет уплатить налог в этой жизни. Так и произошло. Мистер Найеру пришел конец. Я каждый день готовила для Прабхупады Прасад. Однажды получилось так, что Прасад задержался. И Палика приготовила что-то на скорую руку и принесла это Прабхупаде. Прабхупада спросил, а где же Прасад, который приготовила Кишори? И он сразу же попросил предного позвонить на кухню и выяснить, почему Прасад задерживается. Тогда я поспешила и быстро понесла Прасад в дом Прабхупады. И когда я пришла туда, Прабхупада уже стоял перед лестницей. Я сразу опустила голову и внесла Прасад внутрь. На выходе Прабхупада спросил меня, почему ты плачешь? Я ответила, Прабхупада, потому что я задержал ваш Прасад сегодня. Прабхупада сказал, я не обижаюсь на это. Что меня беспокоит, так это то, что если ты задержишь мой Прасад, то ты можешь однажды задержать Прасад для Радхамадховы. Если ты задержишь Прасад для Радхамадховы, тогда он может обидеться. Поэтому я и спрашиваю, почему мой Прасад был задержан. Он всегда говорил истину и всегда цитировал Бхагаватам, Шримад Бхагавадгиту, Читани Чаритамриту. Он всегда цитировал шлоки из этих источников. Но его ответы на наши вопросы были настолько просты, что любой, даже атеист, почувствовал бы, что должен быть всегда рядом с Прасадхупадой. У него всегда было такое улыбающееся лицо. Он, казалось бы, словно небесный райский цветок. Каким любящим человеком он был. Я не могу даже выразить значение той улыбки. Я никогда не видел такой улыбки. Прасадхупада обычно ходил читать джапу каждое утро со своими преданными после Мангларти. Иногда он заходил в Матх, иногда он прогуливался вдоль Ганги, иногда он ходил вокруг озера, а иногда заходил на кухню. После прогулки Прасадхупада приходил на Гуру Пуджу, и когда преданные предлагали ему цветы, он раздавал им Прасад. Однажды он сказал мне, «Доктор Капур, прости мне все оскорбления». Я не понимал, что он имел в виду. Я спросил, «Что ты имеешь в виду? Какие оскорбления?» Это было проявление его величия, его смирения. Ты столько сделал для Махапрабу. Такие оскорбления, я не понимаю, о чем ты говоришь. Смирение, чем это может быть еще? После Даршана Радамадавы Прасадхупада обходил вокруг божеств три раза. Каждый раз он останавливался и звонил в колокол, а затем поднимал руки и танцевал. Все преданные танцевали с ним в экстазе. Когда мимо него проходили дети, он снова останавливался и продолжал танцевать. И таким образом он обходил вокруг божеств три раза. Шампаде, внучка Прапхупады. Я могу рассказать только то, что я прочла из книг Прапхупады, потому что я никогда не видела Прапхупаду лично. Я не смогу сделать то же, что сделал Прапхупаду, но я знаю, что чтобы освободиться из этого материального мира, я должна следовать его примеру и пути, которые он указал. В будущем я постараюсь посвятить свой ум и жизнь Кришне и, конечно, Прапхупаде тоже. Он посоветовал меня в 1977 за 3-4 месяца до своего ухода. ухода. Пожалуйста, позаботься о матери, о семье, поскольку я оставил дом. У тебя есть брат, твой старший брат совсем не шевелится, поэтому ты должен взять на себя ответственность за все, что нужно для заботы о семье и обо всех ее членах. Он мне говорил, я собираюсь построить Ашаму во Вриндаване, и там я собираюсь построить для вас особое место. Хорошо, когда вы приедете туда, я тоже приеду. В конце концов, там он и ушел. Я знал, потому что он послал мне письмо, я собираюсь во Вриндаван сейчас, и я не думаю, что я вернусь. Он знал, что уйдет. Я сказал ему, что вызову доктора, он сказал, нет, не надо. Он очень хороший человек. Просто даже как человек, он был очень хороший, очень добрый и мягкий. Он столько сделал. А что он взял? Ничего. А оставил за собой такое наследие. Не только религиозное, но и культурное, и все остальное по всему миру. И мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить все, что он сделал. Если не можете увеличить, хорошо, но вы должны сохранить это. это не должно умереть. Вот что видится мне. Мы глубоко очарованы. Мы очень гордимся нашим отцом, который является вашим духовным учителем. И, конечно, он также вел нас в духовной жизни. Мы очень рады за него. Обычный человек не может столько сделать. Обычные люди не способны создать хорошую миссию, огромную миссию, и такую широкую проповедь, и так далее. Мы чувствуем большую гордость за нашего отца. И это наш окончательный вывод. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...